Каждый дотер знает, что такое Аэгис, но не каждый дотер знает, что правильно произносить Эгида, щит Зевса, которым он сдымает бури. А еще это коврик от Тессора. Так как я тоже дотер, то и называть я его буду, как все привыкли, Аэгис. Но самое интересное в этом ролике не Аэгис, а Гандива, мышь от Тессора. Мне она напоминает одновременно и Звездные войны, и тачку Темного Рыцаря. Что-то в ней такое есть. Ну а вообще дизайн в стиле Тессора. Покрытие прикольное. Это пластик, сделанный под металл. Отпечатки здесь вообще не видны, и это хорошо. Бока матовые, отпечатки здесь уже просматриваются, но кто туда вообще смотреть будет? Кнопок 8 и где-то в интернете я вычитал, что здесь используются специальные свечи Amron, которые сделаны именно для Тессора. Утверждать на 100% не могу, однако на презентации этой мыши о таком говорили. Ход клавиш короткий, но клик четкий и нажатие тихое. Боковые кнопки даже громче, чем основные. Они хорошо расположены и при нажатии легко понять, где какая на ощупь. Кнопки переключения DPI для кого-то могут показаться неудобными. Можно случайно нажать, но у меня, правда, такого не было. Скролл большой, резиновый и немного болтается. Кстати, и основные кнопки этим тоже грешат. Это из-за того, что они отделены от корпуса, а не так, как у других мышек цельные. Здесь стоит хороший лазерный сенсор Avaga 9800, как в Sensei, Rocketcon XTD и так далее. То есть как в топовых мышках. К нему у меня претензий никаких. Я сталкивался с ним очень часто и всегда он себя показывал на отлично. Максимальное разрешение 8200 DPI. Это очень много и вряд ли кому-то такое понадобится. Но есть, потому что могут. Провод толстый, в оплетке и плохо принимает форму, но, наверное, это делает его более долговечным. Защита от перегиба хорошая. Софт позволяет настроить мышь под себя, но хотелось бы, чтобы он был красивее и понятнее, потому что пока я догнал, как вызвать расширенное меню, прошло минут 10. Тем не менее, здесь можно переназначить кнопки, создать профили, выбрать подсветку логотипа и скролла, настроить DPI, вырубить угловую привязку, выставить высоту отрыва от поверхности и скорость двойного клика. Все настройки сохраняются в памяти мыши. Ну и раз уже начали с Aegis'а, то им и закончим. Коврики бывают в четырех вариантов, называются X1, X2, X3, X4. Отличаются размером по возрастанию, обработкой краев и толщиной. Первые два небольшие и без прошитых краев. У первого толщина 2,5 мм, у второго 3. У меня коврик X3, он уже с прошитыми краями и толщина его 4 мм. У X4 тоже прошитые края и толщина 4 мм, но он больше по размерам. Нижняя сторона ковриков, прорезиненная основа, чтобы он не скользил по столу. Поверхность гладкая, дает хорошее скольжение и неплохой контроль. Ее легко чистить, ну и дизайн весьма футуристичный. В итоге получается, что у мышки мне не понравилась сборка и дрова, но начинка у нее хорошая. Стоит она на уровне средних моделей конкурентов, но сенсор у нее, например, как у многих топовых моделей. Ну, а дизайн это уже отдельная история. Кому-то нравится, кому-то нет, но отрицать, что он сразу привлекает внимание, глупо. Коврик вообще недорого стоит по сравнению с другими производителями, но по качеству не уступает. На этом все, с вами был интернет-магазин FUA, меня зовут Макс. Подписывайся на канал! Говорила тебе, мама, подписывайся. А ты что? На канал не подписался? В конкурсе не поучаствовал? Приз не выиграл? Для начала сделаем провода съемными. Дальше отделим цифровой блок. Дальше отделим цифровой блок.